Полмесяца в режиме особой пожарной опасности. Пока в лесном фонде региона не зафиксировано ни одного возгорания. Однако в соседних областях происходит по 50 пожаров в сутки. Тревожный сигнал, лишний повод проверить готовность. Современные методы мониторинга и ликвидации ЧП сегодня продемонстрировали губернатору, а после глава региона принял участие в посадке новых лесных насаждений. Репортаж Сергея Павлова. Сороковой, доложите обстановку. Обстановка пока спокойна, хотя в полоте подоградки есть загорание. Пока единственный случай, куда выезжала лесная охрана – тушение крупного пожара под Курумычем. Горело 3 гектара лугов. Обстановка вместе с температурными градусами накаляется. Сторожайший мониторинг каждого лесного участка происходит здесь. Региональная диспетчерская служба ежечасно ведет учет информации с 26 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи. Они охватывают более 90% лесного фонда области. Недавно в программу внедрили систему «Лесной дозор», которая архивирует любой очаг возгорания с точными координатами и фиксирует его на монитор автоматически. С системой видеомониторинга знакомится глава региона. Вам, если где-то что-то появилось автоматом? Оно автоматом набрасывает полный банк данных, то есть там видеоролики, где задымление какое определенное есть. И уже оператор оперативно, то есть буквально там минутное дело просматривает. И где есть возможность возгорания на виде, она уже выходит на координатные... Вот выходит в анализ очагов возгорания. Майские праздники – горячая пора для лесной охраны. Самая большая нагрузка и опасность ляжет на хвойный пояс региона. Волжские, Красноярские и Ставропольские районы. Треть всех пожарно-химических станций, а всего их в области 17, находятся именно на этой территории. Помимо системы мониторинга, лесные огнеборцы оснащены всем необходимым для ликвидации пожаров. В рамках областной программы с 2009 по 2015 годы парк техники обновлен почти на 70%. После учений, значит, как бы пока на практике только мы тушили, еще раз тушим пока сопредельные территории, но вообще-то к тушению готовы. Не только защитить, но и восстановить потерянные в огне лесных пожаров. На территории Красноярского лесничества глава региона принял участие в акции «Живи лес», приуроченной к Всероссийскому дню посадки леса. Этот участок в 2010 году был подвержен огнем и погиб. Благодаря стараниям лесной службы этот участок мы расчистили, подготовили почву и сажаем. Через 10-15 лет вокруг будут тут расти сосенки, такие же, как раньше росли здесь. Всего в акции приняли участие свыше 700 человек. Это студенты нескольких самарских вузов, влады специалисты нефтегазовых компаний, сотрудники правоохранительных органов. Их стараниями, сеянцами березы и сосны засеян участок площадью более 8 гектаров. Губернатор принял активное участие, собственноручно высадив 21 сосну. Ну а самые аккуратные рядовки, вот оптаны так. Главное – качество. Качество. Не количество, а качество. Будем надеяться, что вырастут не будут не только украшениями, но и легкими дополнительными для области, для Самары, Тольятти. Важно очень. Представители Минлесхоза сообщили главе региона, что после пожаров, вызванной засухой 2010 года, лесное хозяйство области фактически восстановилось. До конца текущего года требуется высадить еще чуть более 200 гектаров леса. Сергей Павлов, Николай Козлов, Александр Каракулько. Новости губернии. Новости губернии.